На повестке дня вопрос создания стильной рамки. Из чего можно сделать стильную рамочку? Не ломайте себе голову, конечно же, из дерева, потому что дерево оно было, есть и будет самым классическим и стильным материалом на все века. Итак, приступим. Дублируем слой. Создадим новый. И зальем этот новый слой каким-нибудь красивым коричневым цветом. Выберем цвет, а также выберем инструмент «Заливка», чтобы залить новый слой. Теперь возьмите инструмент «Выделение» и вырежете окошко. Если у вас выделение немного не устраивает, то можно его трансформировать. Достаточно хорошо. Нажимаем Enter. А теперь кнопочку «Делит», чтобы удалить. Вот у нас и рамочка получилась, но пока она еще на деревянную не похожа. Сейчас нам нужно будет отделить горизонтальные дощечки от вертикальных. Для этого возьмем инструмент «Полигональное лассо» и выделим горизонтальные дощечки. Под углом 45 градусов режем рамку. Теперь установите режим «Добавление к выделенной области» и смело вырезайте нижнюю рамку. И снова под углом 45 градусов вырезаем. Соединяем выделение. Теперь такой трюк. Нажимаем Ctrl-X. У нас горизонтальные деревяшечки удаляются. Нажимаем новый слой. И нажимаем Ctrl-V, чтобы их вставить обратно. Теперь они у нас на новом слое. Деревяшечки у нас готовы. Можно создавать и деревянную текстуру. Создаем новый слой и заливаем его сплошняком коричневым цветом. Переходим в фильтр. Добавляем фильтр «Шум». Добавить шум. Количество 10 по гауссу монохромный. Нажимаем «Да». Теперь эту текстурку нам нужно немножечко размазать. Фильтр «Размытие». Размытие в движении. Сейчас давайте сделаем текстуру для вертикальных дощечек. Установим здесь смещение. Пусть будет так. Угол 90. Нажимаем «Да». Теперь переходим на те самые вертикальные дощечки. Ctrl-клик по ним. Снова перебегаем на текстурку и нажимаем «Ctrl-J». Теперь у нас есть дощечки с текстуркой. Эти уже нам больше не нужны. Мы их можем удалить. Эта текстурка для горизонтальных дощечек уже не подойдет. Давайте быстренько сварганим новую. И снова создаем новый слой. Заливаем его коричневым цветом. Фильтр «Шум» добавить. «Шум» и фильтр «Размытие в движении». Но только теперь у нас угол будет не 90, а 0. Да. Переходим на горизонтальные дощечки. Ctrl-клик по ним. Переходим на текстуру и вырезаем дощечки из нее. Все. Готово. Теперь и текстурка, и дощечки старые нам уже больше не пригодятся. Мы их бросаем в корзинку. Смотрите, рамочка уже у нас почти готова. Чтобы такие прорези не появлялись, давайте мы сейчас немножечко изменим форму им. Ctrl-T. И чуть-чуть вот так подвинем. Нажимаем Enter. Все. Теперь рамочка у нас ровная. А нет, еще и вертикальные слегка подкачали. Растянем их немного и нажмем Enter. Теперь давайте эти два слоя с рамочками сольем в один. Выделяем с помощью Shift и нажимаем Ctrl-E. И снова наша рамочка не подходит под изображение. Ctrl-T. И трансформируем. Растягиваем чуть-чуть. Замечательно. Ну что же, почти готово. Но текстура у дерева слишком уж ровная. Давайте это исправим. Перейдем в фильтр пластика. С помощью замечательного инструмента деформации нарисуем какие-нибудь здесь зигзаги, похожие на то, что встречается у дерева. Можно здесь использовать и вздутие, и наоборот, сморщивание. Главное, чтобы вам самим понравилось то, что вы сделали. Поработаем снова с деформацией. Ну все, хватит баловаться. Пора возвращаться. Нажимаем Да. И вот наша рамочка уже с эффектом. Теперь добавим к ней стиль тиснения, чтобы она приобрела солидный объем. Увеличим размер. Нажмем Да. И вот получилась деревянная рамочка. Самая классическая на свете. Причем при создании нашей деревянной рамочки не пострадало ни одно дерево. Думаю, вам понравился этот урок. До скорых встреч в следующем. Субтитры создавал DimaTorzok